Уважаемые главы государств, уважаемые члены делегации, продолжая нашу встречу в расширенном составе, разрешите мне с глубоким уважением предоставить слово для выступления его превосходительству Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, президенту Азербайджанской республики. Прошу. Уважаемый Сардар Гурбангулыевич, уважаемые главы государств, уважаемые участники саммита, прежде всего выражаю благодарность Сардару Гурбангулыевичу Бердмухамедову за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации 6-го Каспийского саммита. Наша встреча совпадает с юбилеем бывшего президента Туркменистана, моего дорогого друга и брата, председателя Халк Масля-Ати Милли Кенеша Туркменистана Гурбангулы Маликулевича Бердмухамедова. Под его руководством братский Туркменистан добился значительных успехов укрепления независимости, повышения авторитета на международной арене, росте благосостояния народа и экономического развития. Поздравляю от себя лично и от имени народа Азербайджана Гурбангулы Маликулевича и желаю ему крепкого здоровья, а братскому народу Туркменистана благополучия и процветания. Пользуясь возможностью, еще раз поздравляю вас, Сардар Гурбангулевич, с избранием на должность президента Туркменистана. Уверен, что под вашим руководством Туркменистан достигнет новых успехов. Азербайджан придает большое значение взаимодействию наших стран на Каспии. Историческую важность имеет подписанная в 2018 году в Актау Конвенция по правовому статусу Каспийского моря. Заключенный в результате многолетней работы документ определил правовой статус Каспия. Его скорейшее вступление в силу создаст прочную юридическую основу для принятия дальнейших, более действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество наших государств. Укрепляется договорно-правовая база сотрудничества прикаспийских государств. Были подписаны и вступили в силу соглашения в сферах безопасности, гидрометеорологии, транспорта, сохранения рационального использования водных биологических ресурсов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также иных областях, представляющих взаимный интерес. Уже инициированы новые проекты соглашений по сотрудничеству, которые находятся в процессе рассмотрения и будут вноситься на подписание по мере их готовности. В двустороннем и трёхстороннем форматах также заключены юридические обязательные соглашения по разграничению дна Каспийского моря. Дружественные добрососедские отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между прикаспийскими странами, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, Организации Исламского Сотрудничества, Организации Тюркских Государств, СНГ и Организации Экономического Сотрудничества, является важным фактором стабильности и безопасности на Каспийском море. Рад отметить то, что в основе нашего взаимодействия лежат учёт интересов всех сторон, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательство во внутренние дела друг друга. Каспийское море является важной составляющей многих международных и региональных проектов, направленных на повышение благосостояния народов нашего региона. Ключевыми приоритетами прибрежных государств остаются стремление к созданию благоприятных условий для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата, создания надёжных и безопасных коммуникаций, привлечения высокорентабельных и экологически чистых технологий. Важным направлением сотрудничества является развитие транспортной инфраструктуры. Улучшение качества транспортных услуг и мультимодальных перевозок. Заключённые между прикаспийскими государствами двусторонние и многосторонние договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой. Сегодня Азербайджан является одним из значимых транспортных и логистических центров Евразии. Наша страна играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы прилагаем усилия по эффективному использованию транскаспийского международного транспортного маршрута. Он позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг. Увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международно-морской торговый порт Алят. Строительство и введение в эксплуатацию этого порта стало еще одним важным вкладом Азербайджана в дело развития транспорта логистической инфраструктуры на Каспии. В этом году в Азербайджане также планируется проведение восьмой встречи Координационного совета Международного транспортного коридора Север-Юг. После победы в Отечественной войне и решения конфликта с Арменией, Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангизура, в том числе в деле развития международных транспортных связей. Зангизурский коридор уже становится реальностью. Мы разделяем обеспокоенность прибрежных государств сегодняшним состоянием окружающей среды. Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря. Продолжается успешное взаимодействие при Каспийских государствах в рамках комиссии по сохранению рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспия. В конце этого года намечено проведение в Баку шестой конференции сторон рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря. Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись вопросом, который вызывает особое беспокойство, а именно обмеление Каспийского моря. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет и, к сожалению, динамика обмеления настораживает. Поэтому мы уже обменялись мнениями и, наверное, наши делегации продолжат работу в этом направлении в плане создания специальных экспертных групп для того, чтобы были выявлены причины такого экологического бедствия и определены меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Каспия. В заключении позвольте вновь выразить благодарность туркменской стороне за эффективную организацию нашего саммита. Убежден в том, что он будет способствовать консолидации усилий при Каспийских государств, направленных на решение стоящих перед нами важных общих задач. Благодарю за внимание.